Я думаю, мы начнем вовремя, как это принято в психоаналитической среде. И сегодня у нас завершающая лекция цикла «Психоанализ искусства для жизни», которая посвящена теме современного искусства, обессознательных истоков современного искусства, для чего нужна монстрация. Монстрация берется здесь как наиболее яркие феномены, представляющие, в моем понимании, современное искусство. И я скажу несколько слов о себе, потом по традиции поинтересуюсь, что вас привело сюда. Я психоаналитик, кроме того, лингвист, а также еще и певица. У меня есть концертный проект. И поэтому я могу не только анализировать современное искусство, я имею определенный опыт пребывания в этом пространстве. Поэтому мне особенно интересно говорить сегодня о современном искусстве. Вот, кстати, несколько слов о той инсталляции, которую я разместила позади себя. Там, вы видите, лежит афиша. Белая такая, называется, хиты раритеты 20 века. Вот это как раз тот самый практический опыт вовлеченности в сферу современного искусства. Можете потом посмотреть. После завершения лекции, через неделю, буквально с небольшим, 29-го, этот концерт состоится тоже здесь недалеко, в Центре изобразительных искусств на Светлова-13. Сразу скажу, что современное искусство я люблю, меня оно вдохновляет. Музыку 20-го и 21-го века исполнять буду с большим удовольствием. Также, имея опыт преподавания, дисциплины такой, называется она «История вокального искусства». Как академическая певица с консерваторским образованием я в течение нескольких лет читала этот курс для студентов консерватории и студентов Новосибирского театрального института. И тоже опыт общения со студентами от тем, которые связаны именно с современным искусством, очень интересен. Тоже буду сегодня на него ссылаться и упоминать. как ни странно, отношение к современному искусству в академических кругах, оно в основном такое, ну, не будем говорить негативное, ну, вектор примерно в этой направленности. Вот. Также в инсталляции, расположенной за моей спиной, вы видите три книги под названием «ИНАКО». Это ежегодные выпуски, сборники статей психоаналитических, психоанализ культуры и общества, которые мы издаем силами психоаналитической мастерской «Полдень». Я, кстати, являюсь ее креативным продюсером. Тоже люблю вот такие вот всякие словечки. Когда я решила, что нужно себя обозначить в психоаналитическом мастерской каким-то образом, я начала думать, кто же я, только думала, решила, что я креативный продюсер. То есть все вот эти вот современные тенденции мне далеко не чужды. И в этих вот как раз книгах представлены статьи. О произведениях современного искусства в том числе. Из моих статей там есть роль критика в современном искусстве. Я буду сегодня на этот текст опираться. Также есть мой анализ фильмов Ларса Фунтриера, трилогии, Альма Довара, соавторстве. Есть статья про политкорректность. В общем, мы анализируем все самое вкусное и интересное, что возникает вокруг, в окружающем пространстве. И что еще вы можете видеть в этой инсталляции, кроме моего заряжающегося телефона, примета времени, такая тоже важная, мне кажется. Еще вы видите ведомости Новосибирского открытого университета, которые посетители этого курса, желающие получить сертификат о том, что прослушали курс лекций, могут в конце заполнить. После окончания лекции отменьте, что вы были сегодня. И в мае на завершающей встрече, которая будет посвящена обратной связи по курсу, можно будет получить сертификат. Вот. И я скажу еще несколько слов о том, что подвигло меня обратиться к этой теме, но сначала, уже традиционно, для тех, кто не первый раз слушает мои лекции, я задаю свой любимый вопрос. Что вас сюда привело? Вот зачем вы здесь в пятницу вечером, накануне уикенда? Канал Монстрация в Телеграме. Монстрация? То есть там было объявление? Ну да, фишку. И заинтересовало. Можете также еще обозначить какой-то, ну как это сказать, тематический интерес. Что именно вам интересно? Сформулирование искусства. А вопрос какой-то. Вот вы можете в форме вопроса сформулировать? Я хочу понять, что. Но это не обязательно. Вы можете сформулировать его в своей голове. Это я просто таким образом всегда пытаюсь разделить ответственность. Не только от меня зависит степень нашего удовлетворения в этом пространстве. Главное правильно задать вопрос, и тогда вы на него получите ответ. Я так считаю. Что еще привело вас сюда? Ну, узнать мнение специалиста по поводу довольно-таки новой и малопонятной для окружающих формы выражения молодыми людьми какого-то своего, не знаю, психоэмоционального состояния. Я так считаю. Я так считаю. Я так считаю. Поэтому можно задаться вопросом, не является ли это проявлением каким-то уже клиническим. Насколько это здоровое вообще явление? Ну, вот это уже вопрос. Насколько монстрация это здоровое явление? С точки зрения психического здоровья. Да. Насколько могу понять. Угу. Вопросы разные возникают у нас в этом пространстве. Пожалуйста. Что думают люди о современном искусстве? И, может быть, почему они думают так? Вот мне это очень интересно, например. Ну, один раз проходила мимо, видела это явление. Это было все отрогло бы вспомнено. Интересно, чтобы побуждать человека сделать этот яркий макияж. Так двигаться, там, одеться, может быть, самым фантазийным образом. И идти на такое мероприятие. Вот, например, я сейчас бы не решилась накраситься, проехать там или пройти до этого места. С другой стороны, оказавшись в виде расспрашиваниях и разодетых, можно было бы вывести в аккаунт. Ну, вот, интересно, что побуждает. Я могу ответить. Да, но у нас не дискуссия здесь. В принципе, мы будем двигаться в направлении вот этих вот вопросов. Что побуждает человека, может сказать много народу об этом. Что побуждает каждого конкретного человека, да? Но это будут такие индивидуальные мнения. Я участвовала в монстрации, например, один раз. Вот. И тоже могу сказать, что побуждает. Нас интересует, во всяком случае, я пришла сюда для того, чтобы изложить психоаналитический подход к анализу таких явлений. Ну, и сейчас нас интересует просто создание общего такого поля. Ну, вот, когда человек приходит на лекцию, ему кажется, что все пришли за одним и тем же. Оказывается, видите, все по-разному. Вот. И понимать это лучше, чем этого не понимать. То, что вот все сидят и воспринимают то же самое, что и вы. На самом деле, это вот совсем не так. Вопрос такой, что побуждает людей... С точки зрения психоаналитика. С точки зрения психоаналитика, таким образом себя как-то вот обозначить и принять участие. Хорошо. Есть ли еще какие-то интересующие вас вопросы, проблемы? Да, пожалуйста. Я визита не видела. Там какого в основном возраста участия? Возраст. Ну, я буду об этом обо всем говорить. Так, опишу это через призму социологического тоже подхода. И в основном буду смотреть на это психоаналитически. Ну, и теперь уже возможность у вас была каким-то образом в этом пространстве обозначиться. Можно оставить свои мысли при себе. Самое главное, чтобы они у вас появлялись. И теперь буквально несколько слов о том, почему эта тема меня интересует. Я здесь вовсе не для того, чтобы сообщить вам, как оно все обстоит на самом деле. То есть, что такое на самом деле монстрация, кто такие люди, которые принимают участие в монстрации, чем это все объясняется, поставить диагнозы. Вот не для этого я здесь сегодня. Вообще, цифры лекций по психоанализу в рамках Новосибирского открытого университета целью своей имеют популяризацию психоаналитического подхода, что ли, к анализу вещей. Я из раза в раз, в принципе, представляю анализ чего-либо. Ну, в прошлый раз это было, например, теле-меню. Мы смотрели также на сказки, мы смотрели на фильмы, мы смотрели на произведение литературы. И каждый раз я представляю одну и ту же схему фактически. Мой интерес заключается в том, чтобы, ну, как-то вот психоаналитическую методологию делать элементом такого вот культурного сознания. Ну, чтобы достаточно большое количество людей имело представление о том, что значит психоаналитически смотреть на вещи. Ну, как вот психоаналитики это делают? Что это такое? Вот. И каждый раз я честно про это рассказываю. И я думаю, что для некоторых это уже стало чем-то таким достаточно привычным. Но на самом деле в повторении таких важных основополагающих моментов я вижу большой смысл. Вот. Это первое. Что еще меня побудило? То есть для меня вот современное искусство, демонстрация, это только повод для того, чтобы, ну, так сказать, как бы мастер-класс. Представление психоаналитического метода анализа. Я могу анализировать, что угодно фактически. Все, что связано с жизнью и деятельностью людей. Вот пусть сегодня это будет современное искусство и пусть это будет монстрация. Ну, далее, у меня есть своя ценностная позиция. Я люблю современное искусство. Мне интересно, например, вот тоже эта монстрация как форма самовыражения и чего-то еще. Я один раз участвовала в монстрации. У меня есть впечатления, у меня есть воспоминания, там, фотографии. Вот. Мне тоже интересно, почему люди по-разному реагируют на вот это явление. Как психоаналитику мне интересны истоки. Истоки вот этой вот реакции, восприятия. Вот. Что еще? Форма очень интересна у монстрации. Вот именно это вот обилие различного рода выразительных средств, которые там задействуются. По-моему, это, ну, даже большее впечатление производит, чем традиционные карнавалы. Может быть, потому, что средства, которые задействуются, они очень непривычны и необычны. А карнавал – это уже что-то такое, устоявшееся традиционное. Вот. Далее, что интересно. Почему еще эта тема мне интересна? Потому что монстрацию придумали в Новосибирске. И мне интересны многие вещи, которые возникли в Новосибирске. Я люблю свой город. И буквально-таки вот собираю. У меня есть коллекция таких культурных нововведений, которые растут из Новосибирска. В частности, монстрация и тотальный диктант. Наши такие мощные изобретения, которые разошлись по, фактически по всей стране. Вот. Так же интересен для психоаналитика отклик, который монстрация нашла у людей. Ведь нас интересует все то, что находит отклик в бессознательном. Ну вот придумал человек такую форму самовыражения. Ну, разные формы самовыражения придумали люди. Но не все же они нашли такой массовый отклик. И для меня это признак того, что что-то в этом есть. Каким-то образом это затрагивает очень важные сейчас для нас глубинные потребности. Тут факт, что из года в год это повторяется. По-моему, это уже больше 10 лет. Есть здесь активные монстранты? Ого-го-го. Я помню, что я еще училась в консерватории. Когда мне сказали, что вот планируется монстрация. Это была первая монстрация. И уже тогда я помню, что идея показалась мне сразу прямо мощной. Что ничего себе. Это ж надо же как придумал. Монстрация. Вот. Но надуя я не была. Но потом я правда узнавала, как это было, что это было. Потому что вот только я это услышала. И сразу мне стало интересно, что это такое. Видимо, в этом очень большая какая-то энергетика. Начиная с самого названия. Энергетика бессознательного желания. То есть я здесь не экстрасенсорными категориями как-то вот оперирую. А для меня это вполне понятная вещь. Ну, потребность, понимаете, неосознаваемая. Вот. Как-то она запакована уже в само название. И последнее, что побудило меня высказаться вот по этой теме, то, что у меня есть гипотеза в отношении всего того, о чем звучали вопросы. И я хотела бы ей поделиться. Я поделилась своими соображениями вот об этом во всем в своих статьях. Ну, и почему бы не рассказать об этом формате лекции. Вот. И теперь давайте уже перейдем, собственно, к анализу этого явления. Ну, обратите внимание, что лекция вообще-то называется «Бессознательные истоки современного искусства». Но как-то так получилось, что наш интерес общий, он здесь сосредоточился сразу на монстрации. Что опять же говорит о том, что монстрация — это очень, ну, такое прям очень сильное изобретение. И оно хорошо нашпиковано энергетикой бессознательных желаний очень большой массы людей. Все-таки я скажу несколько слов о современном искусстве вообще и о вот этой вот коммуникативной системе, которая возникает в рамках, ну, вообще сферы искусства. Кто там с кем общается и с какими потребностями люди там оказываются. Ну, какое искусство мы называем современным? Ну, фактически началось это на рубеже 19-го и 20-го веков. До сих пор то, что создано вот в то время, принято называть современным искусством. Хотя прошло уже более ста лет. Вот ничего нового с тех пор не изобрели. То есть придумали что? Придумали идею, какая была разрушение традиции, перечеркивание канонов. Там деконструкция, вот это вот все смешение всех смыслов, полный хаос и вот на этих руинах создание каких-то новых форм. И до сих пор вот эта тенденция, она продолжается. В таком вот стилевом, концептуальном плане фактически тренд такой мощный, больше чем на столетия. И сразу очень интересно, что вот то, что происходило в сфере искусства, вызвало и продолжает вызывать очень такую яркую и для многих понятную реакцию. Современное искусство у подавляющей части людей вызывает отторжение и возмущение. И у небольшой группы людей, а можно так сказать, что у разных небольших групп людей определенные, так скажем, направления современного искусства вызывают, ну такой, я бы сказала, идентификационный восток. То есть при помощи той или иной формы искусства, то, что вот я в ней разбираюсь, я это понимаю, таким образом я могу себя идентифицировать. И вот те, кто понимают это, правильные люди, понимают это, неправильные люди. Вот об этом писал еще Артека Гассет в его работе «Дегуманизация искусства». Там как раз показано, что вот этот новый язык искусства призван общество четко, совершенно разделить на две неравные части. Это масса и элита. Ну, до того времени это был как раз такой очевидный тренд. Массовый зритель, слушатель, читатель не воспринимает новые формы, а вот элитарный зритель, слушатель, читатель, он воспринимает форму нового искусства. И Артека Гассет в своей работе анализирует разные вот параметры искусства нового типа. И приходит вывод о том, что это своеобразный такой вот код, на основе знаний которого представители элиты, культурные элиты, я подчеркну, не финансовые, там какой-то элиты, не властные элиты, а культурные элиты, они узнают друг друга. И язык современного искусства, он невероятно усложняется, чтобы его понимать, необходимо быть человеком высоко эрудированным и просто знать историю культуры своей родной, ну, западноевропейская имеется в виду, очень хорошо. Иначе не поймешь. Произведения современных поэтов, современных художников, сложный язык, символический, наполненный смыслами различными, скрытыми. Вот. И, естественно, большое разнообразие направлений, тоже для 20 века характерно. Уже хранится, да даже середина 20 века, вторая половина 20 века, сейчас вот на рубеже столетий и 21 веке, возникают формы такие очень интересные в искусстве, которых раньше не было. Часто они используются как объект для, ну, так скажем, вымещения агрессии, негатива, какого-то на современное искусство, в анекдотах, в каких-то шуточках используются. Всем знакомые три слова. Хэппининг, перформанс и инсталляция. Вот. И монстрация как раз может быть отнесена по классификации видов и форм искусства к одной из этих категорий. Как вы думаете, что такое монстрация? По своей сути, как произведение искусства. Это хэппининг. Это хэппининг. А чем хэппининг отличается от перформанса? Ну, я думаю, нет смысла задавать вопрос, чем они отличаются от инсталляции. Инсталляция, ну, это можно каким-то образом сравнить со скульптурной, да, какой-то вот композицией или с живописным произведением. Это понятно, да, что такое инсталляция. Мы нечто устанавливаем, инсталируем. Вот. А чем, вот скажем, вот перформанс и хэппининг отличаются друг от друга? Здесь возникает вопрос о роли автора. Вот что делает автор, который создает художественное произведение? И какой материал он использует для создания художественного произведения? И зачем он использует тот или иной материал для создания своего художественного произведения? То есть вот здесь уже очень интересный вопрос для психоаналитика. Как это вот так вот возникает такая интересная форма в искусстве, которая в качестве материала использует, ну, людей, да? Ведь то, что получается по воле, по задумке, так скажем, по идее создателя, творца, художника, это реализуется при помощи большого количества народу, который осуществляет с участием своей также воли. То есть это уже игра с какими-то, с множеством каких-то вот волей, с огромным массивом бессознательной энергии, неосознаваемой. Очень интересная форма искусства. Захотелось не просто постановочного какого-то действия. Вот перформанс – это я задумал и я исполняю. Ну, это примерно похоже на театральное искусство. Хотя тоже много очень того, что отличают эти две формы. А вот хэппининг – это какая-то работа с желанием и волей, я бы так сказала, которая-то, в принципе, тебе не подчиняется. Ну, представляете, много народу, откуда ты знаешь, что они тут все будут делать. А в конечном итоге они делают то, что ты задумал, или ты видишь, как реализуется твоя задумка, и что-то еще появляется. В результате игры такого количества воль и такого вот большого количества человеческого желания. Вот. Соответственно, давайте сделаем такое небольшое теоретическое отступление и поговорим о том, вот, что скрыто в бессознательном художнике. Тогда, когда он вступает в процесс коммуникации с тем, кто, ну, там, со зрителем, слушателем, читателем и так далее. Вот что побуждает автора, я не буду говорить художника, автора, любого автора произведения искусства, не просто что-то создавать, но также выносить это на, так скажем, всеобщее обозрение, делать это объектом восприятия другого. Ведь авторы, они так или иначе, стремятся свои произведения представить. Точно так же, как и Артем Лоскутов, автор идеи инострации, он всегда представлен, так скажем, в первых рядах и, в общем-то, ассоциируется с инострацией, как автор этой вот идеи. Так вот, у меня идея моя заключается в том, что нужно посмотреть вот треугольник, который формируется во взаимодействии в сфере искусства. Это автор, скажем так, зритель, ну, зритель — это читатель, слушатель и так далее. И тот, кто все это интерпретирует, объясняет, оценивает, это критик. И вот так вот существует сфера искусства на протяжении, там, многих веков. Если вы увидите там какие-то другие фигуры, пожалуйста, скажите, вот эти вот ключевые. Критик? В принципе, да. В принципе, да. И вот это вот очень знаковый вопрос. Сейчас я объясню, почему. Здесь, вот мы нарисовали такую треугольную схемку, и я хочу напомнить вам о том, что психоаналитик, анализируя позицию человека в отношениях, ну, в отношениях с другим, он всегда видит, является ли это взаимодействие диагным, ну, то есть, ребенок и мать, либо же это отношение треугольное, то есть, ребенок, мать и отец. Давайте вспомним с вами, как вообще строится контакт человека с другим, как человек начинает видеть другого, с точки зрения психоанализа. Ребенок появляется на свет, и долгое время он существует, фактически без отрыва от матери. Воспринимается вот это вот все сначала как маманда, мать и дитя, тут как единое целое, и потом формируется такое диагное взаимодействие, симбиоз такой, матери и ребенка. И вот в этом вот взаимодействии мать, она ребенку дает все, что ему необходимо, ребенок у матери это все забирает, потребляет. Вот. И я не буду вдаваться в психоаналитические подробности, там все достаточно непросто формируется вот это вот взаимодействие. Конечно, не только ребенок наслаждается общением с матерью, но и мать тоже наслаждается тем, что вот есть существо, которым она была жизнь, которое полностью от нее зависит, и которое она вот не отделяет от себя, любит. Вот. Иными словами, в таком вот взаимодействии матери и ребенка психоаналитик усматривает то, что обозначается словом наслаждение. Я говорила уже неоднократно об отличии двух состояний «Удовольствие и наслаждение». Да? Если удовольствие — это нечто, так скажем, связанное с достижением цели, получил и успокоился, то наслаждение, оно связано с нашим влечением к смерти, о котором Зигмунд Фрейд заговорил лишь только во второй половине своей, так скажем, научной карьеры, не сразу его заметив. Сначала мы говорили только о влечении к жизни, о сексуальном влечении. Вот. Так вот, провалы наслаждения для человека, они увязаны с вот этим вот влечением как раз к саморазрушению, влечением к смерти. Если вот в этой вот диване мать и ребёнок не возникнет в определённое время третья фигура, ну, треугольник, понимаете, откуда берётся? Критик откуда берётся? Вот тот самый третий — это тот, кто ставит предел наслаждения, кто запрещает матери наслаждаться ребёнком, а ребёнку наслаждаться матерью. Иными словами, эта фигура социализирующая. Это фигура, которая человека, ну, вот, в процессе его становления выдёргивает, буквально выдёргивает, это отцовская фигура, из блаженного вот этого вот океанического состояния, когда вот тебя весь мир любит, ты погружён только в бесконечные какие-то удовольствия. Вот. И если, если продолжает жить всю жизнь в том же духе, в бесконечном вот кайфе, то таким образом человек пребывает в бесконечном наслаждении, а наслаждение, оно граничит с болью и смертью. Ну, в тех примерах, которые я всегда привожу, это просто очевидно. Это, например, состояние человека, выкурившего подряд две пачки сигарет. Ну, которые классные, дорогие. И вообще, когда две выкурившего, это вообще прямо классно. А вот две пачки. Вот, наслаждение. То есть, диадное взаимодействие – это, ну, так скажем, с неизбежностью погружение в бездну, так скажем, ну, можно сказать, бездну безумия, в хаос, там, я не знаю, разрушение, ауто-деструкция. То есть, вот это вот все про какие-то зависимые формы существования, все вот эти зависимости, там, алкогольные, там, наркотические, все такое прочее. Вот. Все это формируется на основе, ну, каких-то ситуаций, когда человек не вышел из, на внутреннем, на глубинном уровне, из такого вот диадного режима восприятия другого. То есть, другое для меня всегда остается тем, кто должен мне дать, 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 дать. Вот. И мне никогда не будет достаточно. Вот. Если же своевременно появилось какое-то начало, которое символизирует внешний мир, вот в этом вот уютном вверхе, мать-детя, то велика вероятность, что у ребенка взгляд будет перенаправлен с материнской фигурой, которую он может даже полностью не видеть, он может только одно все время видеть, частично это объезд, взгляд матери, там, грудь матери. Вот. И тогда взгляд ребенка может быть перенаправлен во внешний мир, и ему станет интересно, что же там еще происходит, он займется какими-то делами. Ну, короче говоря, у него будет возникать интерес к внешним объектам. Внешние объекты становятся интересными только в том случае, когда у человека сформирована способность, ну, как-то вот выходить из симбиотических каких-то вот привязанностей, да. Почему я так долго об этом говорю сейчас? Потому что аналогично вот эту вот схемку можно перенести и на сферу взаимодействия в искусстве. Вы уже, наверное, поняли, кому какая роль достается в этом треугольнике. Критику, фигуру которого мы подвергли сомнению, необходимость которого мы подвергли сомнению, достается, безусловно, роль отцовская, да. То есть начало какое-то извне, из социума. А вот фигуры художника и того, кто воспринимает произведение искусства, они очень интересны. Нельзя никого из них однозначно разместить в роли материнской фигуры и в роли фигуры, скажем, детской, да. То есть вот это диады, мать и дитя, получается у нас здесь очень интересны, еще раз повторюсь. Потому что художник, создавая свое произведение искусства, он его отпускает во внешний мир, ну, вообще-то продолжая ассоциировать, наверное, с собой, как это вот, часть себя. А зрителя же он ждет, скорее всего, чего? Принятие. Вот именно принятие. Очень часто к художественной деятельности, художественной в широком смысле, ну, к деятельности в сфере искусства, человека побуждает именно стремление получить принятие. Иначе зачем я вот это все показываю? Зачем мне тогда выставки? Зачем мне концерты? Зачем мне постановки? Зачем я выхожу на улицу тогда? Почему я просто перед зеркалом не постою и не разрисуюсь, я так не сделаю плакат и не посмотрю на него? Вот. То есть это глубинное желание. Можно его отрицать, можно, может оно не быть самым доминирующим, самым главным. Но посмотрим вот с этой вот позиции. Человек свое произведение использует как такой вот, ну что ли, переходный объект. Вот он его демонстрирует как часть себя, чтобы его принимали. Это позиция какая? Материнская или младенческая? Больше младенческая. Больше младенческая, больше детская позиция такая, больше она детская. Это предъявление своего желания такого инфантильного, да? То есть я жду, что меня одобрят, что меня примут, что меня признают нормальным, что вот так и так и хорошо. И с другой стороны, когда ты что-то происходишь, вот творческое начало, ты это как будто порождаешь, да? То есть ты это отдаешь. То есть, понимаете, тут двойственная позиция. Ты одновременно и как мать, которая кормит вот этими вот своими произведениями, да? Тех, кто нуждается в этом. Приходит зачем-то послушать, посмотреть, почитать, берет. Вот. То есть с одной стороны ты в позиции матери, а с другой стороны ты в позиции ребенка. Давайте посмотрим теперь на того, кто потребляет произведения искусства. Ну, очевидно, позиция потребительская, это позиция всегда детская, да? То есть я пришел на выставку, сделайте мне красиво. Я пришел в театр, сделайте мне весело, интересно. Вот, сделали мне интересно плохие актеры, плохой режиссер. Плохой режиссер, плохая мама, плохое молочко. То есть, ну вот, на глубинном уровне, да? Не развлекли. Это как мой племянник в раннем-раннем детстве, погуляв с бабушкой по городу, вернулся домой, посмотрел, сказал, что-то, баба, ты меня сегодня не развеселила. Вот. Ну, вот такая вот детская позиция. Часто можно себя на это поймать, куда-то пошел, деньги отборчены, удовольствие не получено. Значит, вот такая вот потребительская моя задета глубинная основа детская. Вот. Но с другой-то стороны, этот самый зритель, читатель, он оказывается в позиции того, кто вот или примет, или не примет, вот или поймет, или не поймет. Вот этот вот настрой понять или какого-то, не понять. Это как раз тоже позиция родителя, который может отвергнуть, может принять. Вот. Ну, я думаю, что у потребителя искусства, ну или там ценителя, в большей степени позиция все-таки такая вот ближе к детской. А у творца это двойственная такая вот позиция. Ну, и давайте посмотрим, да, вот на протяжении истории, как в этом геугольничке все менялось и происходило. Критики всегда были, всегда были нужны. Именно критик выносил суждение, которое делало произведение искусства частью социальной реальности. Да, то есть он просто говорил, это вообще по канонам искусства относится к этому виду искусства или вообще не искусство. Он оценивал, насколько высок уровень мастерства, да, вот этой сладки. То есть вот это отцовское начало в культуре, оно в традиционной культуре было представлено. В виде чего? Вот, я про это сейчас и хочу сказать. Кто им давал на это право? Про критиков всегда принято говорить, кто им давал на это право. Вот каким образом вообще отцовское начало существовало в культуре так, что его вот верили и это воспринимали, да? Вот раз критик сказал, Левинский написал, значит, что-то оно так и есть. На каком основании, позвольте, господа? На том основании, что, ну, во-первых, до нового времени существовала идея канона, она связана с религиозным еще контекстом, да? Канону. То есть вот, либо это соответствует канону, либо не соответствует канону. Далее, в эстетической сфере канон формируется эстетической теорией. То есть раньше критик в большей степени был теоретиком в этой сфере искусства. То есть было такое понятие, как законы искусства, которые обосновывались в эстетических трактатах. Эстетика – это часть философии. Ну, соответственно, философия, эстетика, как ее часть, теория искусства того или иного, имела статус знания, определенного знания. И произведения художественные, они критикам прежде всего оценивались. Вот это прежде всего оценочная функция. Господа, у нас с вами есть каноны. И вот по этим канонам, значит, то, что представлено, оценивается нами достаточно высоко. Посмотрите, какая перспектива, какая гамма красок и все такое прочее. Далее, в XIX веке критики отходят немножечко вот от этого стандарта. Поэтому мы с вами уже забыли, мы стали забывать уже вот такой способ оценки произведения искусства. Ну, в самом деле, вот есть ли теория инсталляции, ну, каноны инсталляции, да, например? Вот как я могу оценивать разные инсталляции по каким-то эстетическим критериям? Ну, если мы будем говорить о живописи эпохи Возрождения, это вполне возможно. Вы можете в детстве почитать соответствующие, обратиться, сориентироваться и вот оценивать это все. Ну, а хэппининг как мы оценим? Среди искусствоведов есть какие-то специалисты в области хэппининга? Ну, так, чтобы рейтинги какие-то там присваивать, осуществлять. Так вот, я хочу сказать о том, что в ходе исторического развития критик несколько меняет свою позицию. То есть вот когда критик апеллирует категориями канона, знания, это в чистом виде отцовская функция. Отец – это кто такой? Это носитель закона. У матери есть свой закон, но это закон, он такой, знаете, ужасающий немножечко. Это закон ее настроения. Для ребенка, для младенца все зависит от того, в каком мать настроении. Это непредсказуемо. То есть закон только один. Что вот с какой ноги она встала, так все и будет. А закон отца – это закон, который предсказуем, который известен, который един для всех. И вот когда в контексте традиционной культуры критики апеллировали определенной системой ориентиров в виде канонов в том или ином направлении искусства, как-то все это очень хорошо соотносится именно с позиции такого вот, ну что ли, законодательного начала в искусстве. В XIX веке критики начинают добавлять такую, знаете, смысловую составляющую, интерпретационную. Начинают искать смысл. Смысл с точки зрения, ну, например, я не знаю, что там, полезности. Вот монстрация, она полезна для нашей культуры или она вредна? Вот такие, знаете, морально-этические позиции начинает занимать критик. Отходит от эстетических. И каноны эстетические тоже размываются. Ну, сейчас понятно, да, уже, что это достаточно размытая область. Зато мы очень гораздо интерпретировать произведение искусства с позиции моральной, нравственной, смысловой. Стало принято искать смысл, ну, так скажем, скрытый даже для автора. То есть вот художники, они не ведают, что творят, а критик, он, значит, вот доискивается до судьи. То есть более такой философский ориентированный подход, поиск смысла. И также социально ориентированный подход, интерпретация этих смыслов с точки зрения добра и зла в контексте там всего общества, с точки зрения моральной ценности там и нравственной ориентации того или иного произведения искусства. Я надеюсь, понятно, о чем я говорю. И вот изменение позиции критика, заметно. Это тоже позиция вполне если так, отцовская, да, и здесь становятся на первое место законы, ну, так скажем, человеческого общежития, ну, жизни с себе подобными и так далее. Я думаю, потому что обостряются разные проблемы именно в плане взаимодействия. Общество становится более разнородным, ну и так далее. Все это становится очень значимым. И нету эстетики, тут уже нам. Вот. И, наконец, позиция критика в современном пространстве. Часто можно услышать вообще на каких основаниях вы тут даете оценку в постмогернистском пространстве. Какие у нас могут быть моральные вообще основания, и какие у нас могут быть тут ценностные там основания. Они вообще разные, господа. Как вы можете вообще критиковать что-то, оценивать что-то и так далее. Дело все в том, что, ну, тоже я очень часто вот эту вот идею развиваю, о том, что в 20 веке человек в своей психической организации, он регрессирует по сравнению с человеком предыдущих эпох. Причем я не оцениваю это как отрицательное явление. Я просто констатирую факт, что человек становится более инфантильным. Он как бы впадает в детство. Жизнь становится комфортной более. Возможностей очень много. Но, естественно, как тут не регрессировать? Мы живем как дети. Там можно до 40 лет выбирать свой жизненный путь, так и не определиться. Кем же я буду, когда вырасту большой? Вот. Это вполне нормально, вполне естественно для современного мира. Соответственно, критики очень часто вот в этом вот пространстве взаимодействия становятся ненужными. Давайте, если вот исходить из моей вот этой теоретической схемы, посмотрим, какой бессознательный посыл транслируют сейчас авторы и зрители. Автор вот создает какое-то такое произведение провокационное, да, с какой целью. Он хочет на бессознательном глубинном уровне, чтобы его приняли. И создает что-то вот до того гадкое и мерзкое, что принять это невозможно. Согласитесь, это похоже на какую-то форму, ну, такого-то провокации, сколько больше подросткового, какой-то инфантильные достаточно импульсы в этом мы можем усмотреть. То есть это провокация. Никто, ни одна сволочь не примет меня в этом мире. Вот посмотрите же, граждане судьи, что происходит. Вот, какое издевательство. Никто не принимает, никто не понимает. Это, ну, если читали книгу Эрика Терна, игры, в которые играют люди, можно посмотреть, как реализация какого-то вот, ну, такого сценария. Я настолько мерзкий, гадкий, что, ну, конечно же, не найдется такой всех принимающей матери, которая сможет это выдержать. Почему такая установка вообще во взаимодействии с другим формируется? Согласитесь, я создаю вот произведение искусства не для того, чтобы, ну, как-то соревноваться в мастерстве с Рафаэлем, да? Меня это вообще не интересует. Меня интересует только одно. Вот где предел терпения моей мамы? То есть, когда она взорвется от негодования. Это соревнование в мастерстве, это очень такая, как говорят аналитики, эдипальная вещь. То есть, это конкуренция. Конкуренция с отцом. Победите его, да, например. Конкуренция с братьями и сестрами. Лучше, чем они сделать. А вот в современном искусстве, как будто бы, тема мастерства и тема соревнования, она как будто уходит. Я просто показываю. Я – вот он. А вы – меня не понимаете. И вот эта вот такая вот коммуникационная, ну, структура, что ли, она тиражируется многократно. И отыгрывается вот эта вот проблема современного человека таким образом, которая связана с тем, о чем говорят многие современные психоаналитики, психотерапевты, психиатры. Говорят о том, что мы, современные люди, очень редко получаем, ну, тот самый вот качественный симбиоз в младенческом возрасте. И потом продолжаем нести с собой все вот это вот в взрослую жизнь. Нам нужны такие эпатажные возможности вот как-то патировать, как-то вот агрессировать, нападать на кого-то. Если мы посмотрим, какое аффективное... Да, пожалуйста. Я – это желание, как раз, чтобы вы приняли, но вот мерзкого, гладкого, злого, агрессивного, вот, непонятного, какого-то вот сумасшедшего, чтобы вы приняли. Не понравится маме, а чтобы приняла, какой я есть. Вот. Тут можно это так интерпретировать. И опять же подчеркну, что по-разному можно интерпретировать, вообще по-разному. Вот. И таким образом получается, что художник, он немножечко как бы соскользует в детскую позицию. Вот эта материнская составляющая накормит чем-то полезным и вкусным, да, чем-то таким соответствующим каноном здоровой пищи. Вот она как-то вот отходит вот на второй план. Мне как-то вот не до этого. Я художник, я вижу мир по-другому. Вот. Это все больше самовыражение. Все-таки, да, например, художники прежних эпох, они производят впечатление тех, кто, ну, еще как-то, в общем, встроен в социальную какую-то вот схему, да, что ценность имеет принадлежность к канону, к какой-то там традиции. Вот. Ну, то есть, как говорят вакановские аналитики, у них есть это, имя отца. А новым как путеводная звезда. Вот отец сказал вот так вот делать, вот я вот так вот делаю, и вот меня вот оценивают, и, в общем, да. Но хотя детская составляющая, она всегда, без нее не может быть творчество. Вот. Теперь зритель, тот самый зритель, да, он, конечно же, пришел употреблять, хотя, кстати, иногда есть люди, которые ходят по, вот, ходят, смотрят на ту же самую монстрацию, вот бесит она их, кто-то не будет стоять, смотреть, и там, это самое, вот исходить в желчь. Ну, будут. И всматриваются еще в каждого монстра, что такое. Но зритель идет, либо как раз подогреть свою вот эту вот ненависть к другому, который не дает то, чего я хочу, да. Ну, тоже как бы ненависть к плохой груди, к плохой матери. Вот я пришел, значит, на выставку в центральную, там, городскую картинную галерею, а там, че попало бы, вывесили бы, вывесили порнографию всякую. Вот. Ну, и началось. Значит, не то, получается, не тем, кормят меня не тем. И, соответственно, тоже такая вот, ну, неспособность принимать другого таким, какой он есть. Это характерная особенность современного человека – нетерпимость, нетерпимость к другому. И поскольку психоаналитики считают, что агрессивная составляющая, вот это вот стремление к разрушению и саморазрушению – это необъемлемая составляющая человеческой психики, она всегда ищет себе выход. Найти такой объект, на который там можно все спроецировать и направить. Ну, вот, собственно, современное искусство, оно поставляет такие объекты в большом количестве. То есть, сходи на выставку, так сказать, с попрызгой ядом, и, ну, как бы, становится легче на какое-то время. Выступы против Тангейзера. Да, выступы против Тангейзера и все такое прочее. То есть, тут они тоже работают, фактически, культура, если посмотреть на нее, как на вот организм, то не осознавая даже вот эту свою функцию, они все делают доброе дело. То есть, они прям подкидывают вот эти объекты, на которые можно агрессию, мощную достаточно. направить, и от нее освободиться таким образом. Представьте, не было бы Тангейзера, не было бы. Куда разорваться, что ли, теперь от вот этой вот ярости, какой-то внутренней. Потому что, в принципе, в принципе, она как возникает? От чего она возникает? Вообще, я скажу, что это нормально. В принципе, это нормально. Человек, он и добрый, и злой. Он может злиться. Злиться – это нормально. Все зависит от того, как человек научился, ну, с другим взаимодействовать, ну, в своем ближайшем окружении. То есть, если родители были достаточно принимающими, ну, то есть, они ребенка принимали в его целостности, не запрещали ему быть злым, быть расстроенным, быть там грустным, печальным или в ярости находиться. То есть, они как бы вот адекватно принимали ее проявление. И он в таком случае, скорее всего, научится с этим сам тоже грамотно, ну, как грамотно, да, обращаться. Но в большинстве случаев этого, к сожалению, не происходит. И у человека вот есть потребность находить объекты, на которых можно проецировать злость, там, ненависть и все такое прочее. Вот. Ну, соответственно, вот они некоторые бессознательные истоки современного искусства. Они в чем, с чем они связаны? Они связаны с тем, что меняется структура взаимодействия ребенка маленького со значимыми другими. Отцовская фигура, она как бы вообще утрачивает значение, ну, говорят часто, да, про роль отца, про современной культуре, то, что она сходит на нет. Ну, это не суть важна, роль отца в отдельной семье. Отцовское начало в культуре вообще уходит. И уходит, конечно же, и отцовское начало в семье. Даже если мужчина есть, то он очень часто не выполняет вот эту вот функцию пресечения, наслаждения, дядя, мать, дитя. И наслаждение продолжается добить все равно, просто младенца. Вот. Ну, то есть, пока мама жива, это могут быть отношения с мамой, потом это могут быть отношения, ну, там, с какими-то объектами, с которыми зависимость формируется, ну, неважно. Вот. То есть, такой более инфантильный модус существования лежит в основе форм современного искусства, которые обеспечивают адекватную возможность, ну, так и самовыражения и потребления вот этого вот. Вот. Вот интересно, да, подумать о том, где может находиться вот эта самая отцовская функция, отцовская функция в современном пространстве современной культуры. Ведь смотрите, что такое, ну, вот это вот доведение до абсурда любых форм искусства, как не погружение вот в это наслаждение. Я играю, 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 играю со смыслами, я не могу остановиться, уже я разрушил все, что мог, и начинаю уже собирать вот эти вот элементы несопоставимые. Я их собираю, продолжаю. То есть, просто потому, что больше мне нечем таком разоняться. Вот. Такое, как бы, где же, где же тут могло бы быть какой-то ограничитель, да? Ну, психоаналитик думает так. Давайте посмотрим, а где были ограничители раньше. Вот что ограничивало безумную креативность человека, и его воображение, и его, ну, как бы, активность, идея действенная, да, такой. Но очевидно, что, значит, сначала это была религиозная основа, да? То есть, из страха перед наказанием и из страха перед тем, что не будет жизни после смерти, человек, ну, в общем, боялся много очень делать. И, соответственно, закон имел очень четкое основание под собой. Почему так надо делать? А вот, вот потому что. Иди сходи в церковь, там тебе каждую неделю, каждый день расскажут, почему. И, ну, какие вопросы у тебя еще. Вот. Иди, делай, делай так, и тогда все будет хорошо. Но в XIX веке Фридрих Ницше констатирует, что Бога нет, мы убили его, вот такие люди, как ты и я. Ну, в общем, вот Бога нет. Конечно, нет его уже давно, но Фридрих Ницше и еще ряд мыслителей того времени, они это просто вывели в осознание культурное, так скажем. А не было его уже, ну, помирал где-то со времен эпохи Возрождения. Ну, вот эта парадигма теоцентризма меняется на парадигму антропоцентризма. Человек в центре, оказывается. Ну, и вот с тех самых пор, с тех самых пор, и вот эта вот функция закона в психике человека, она начинает таким образом шататься. И сейчас практически она, ну, дезинтегрирована, что ли. Что соотносится с таким диффузным характером нашего «я». Мы очень такие разбросанные, вот, непостоянные, импульсивные, нецелостные. Принято же сейчас искать себя, искать целостность. А почему ищем? Потому что ее нет. Раньше как-то было, сейчас как-то нет. Причем я не говорю, это хорошо или плохо. Это просто, ну, для психоаналитика объясняется такими вот социальными процессами вполне, ну, я бы сказала, вполне нормально. Так вот, отцовское начало многие люди пытаются нащупать где-нибудь. Обратите внимание, что монстрация, я думаю, что отчасти именно поэтому она так привлекательна. Монстрация, она имеет дело именно вот с этими экспериментами в общении с последней инстанцией отцовского начала. То есть это вот буквально последние, ну, скрепы, что ли, да, скрепы, которые скрепляют человеческую какую-то вот общность. Это, речь идет о языке, о языке. Монстрация уже в своем самом названии, она заявляет, что мы играем со словами, мы играем со смыслами, мы играем с языком. И вот это, в этом ее сила. Тут же хочется отметить две противонаправленные тенденции, которые уже возникли в Новосибирске, очень интересные. Начинают думать, что город у нас какой-то такой вот особенный. Смотрите, с одной стороны тотальный диктант. Это люди, которые, они приходят в течение года, и они спрашивают, господа, как надо говорить? Какой закон? Как правильно? То есть язык, это один из устоев культурных, который связан с отцовской инстанцией. Это тоже вот отцовская социализирующая инстанция. Язык – это первая теория человека об устройстве мира. То есть вот тут все названо так. Это, ну, как-то связано с определенными представлениями человека о том, что наделено там мужским полом, что женским полом. Вы же знаете, да, что неодушевленные предметы имеют категорию рода. Это связано с тем, что древний человек, возможно, верил в то, что это действительно эти вот объекты обладают полом. Ну, так вот. Вот это вот отцовская инстанция в культуре, язык, к которому раньше относились трепетно. Говорить правильно, говорить неправильно – это стыдно. Это сразу ты относишься к какой-то категории, там, низкой социальной категории. Писать с ошибками стыдно и так далее. И вот смотрите, вот одна такая вот практика, тотальный диктант, она захватывает тоже общество наше. Она становится популярной. И другая практика – это деконструктивные эксперименты с языком. Вот я как лингвист, меня это просто, ну, как-то завораживает. Я смотрю на колону монстрации, и я вижу такие вот такие игры, такие эксперименты со словами. У меня больше всего привлекает именно вот эта составляющая. Почему? Потому что можно, конечно, найти демонстрации много общего с традиционной карнавальной культурой. Ну, почитайте Бахтина, и вы там найдете очень много вот параллелей с тем, что он написал про карнавал, что это непродолжительный период времени, когда культура не из-за всего такого материального, телесного, она обретает власть. То есть можно все поменять местами, все плюсы на минусы и так далее. Вот. Здесь же вот эти вот костюмированные темы. Ну, просто раньше даже набор костюмов, он был какой-то канонизированный, да, наряжаться принято вот в это, в это, в это. Там слуги в хозяев, хозяева в слуг. А у демонстрации, там тоже вот люди наряжаются, но разнообразие уже достаточно большое, да. Нарядиться можно в... Ну, есть, кстати, категории какие-то, да, в определенных персонажах, в литературном направлении фэнтези, например, какие-нибудь там мультфильмы. Ну, в общем, есть определенные сферы, но можно вообще просто придумать. Придумать какой-нибудь откровенный бред и нарядиться вот как я и есть. Как я хочу. Почему склоняются монстранты именно в сторону деструктивного? Ну, наряжаются немножко... Не вытягивая... А вы знаете, ну, это же... Что-то близкое к исчадиям ада. Да, монстрация. Во-первых, итальянский глагол монстраре демонстрирует... То и показывает. Показывает. Целью монстрации является показ. Это показ. Причем показ такой, который в рамках, ну, нарциссической культуры сложился. Вообще, мне, может, даже не важно, кто там идет рядом. Вот она я. Вот я иду, вот мой плавар. Не важно, понимаете вы его или нет. Ну, это вот такая вот нарциссическая тема. Я не для того написала, чтобы вы его понимали вообще, этот плакат. Вот. Ну, я не говорю, что это тотальная позиция, да. Может быть, там, конечно, самые разные представленные позиции. Почему деструктивная? Монстрация. Слышится еще слово монстр. Я думаю, что не спроста. Вот. Дело в том, что это вот то, о чем я говорила. Позиция человека, который создает произведение искусства, такое, что принять его невозможно. А вы все равно. А вы меня все равно примите. То есть это такой, как бы, инфантильный посыл. Меня такого противного никто не любит. Вот. Ну, и даже неважно это иметь в своей голове. Это бессознательное желание. Бессознательное желание выразить свое, как раз вот эту агрессивную составляющую. Ведь культура, она намагает запреты определенные. И человек под кинодом культурных запретов, как раз вот в это вот время карнавала, он имеет возможность, ну, как-то вот агрессивный свой импульс проявить. Ну, вот для современного контекста это такая форма проявления агрессивных импульсов. Я причем повторюсь, что нету знака «минус» для психоаналитика, когда мы говорим об агрессии. Это одна из составляющих очень важных в человеке. Просто тут важно понимать, что агрессию индивидуальную можно, аналитики любят такое слово, канализировать, ну, направлять по какому-то каналу, да. Можно свою агрессию канализировать в форме, которая будет деструктивна для тебя и для окружающих, а можно ее канализировать в социально приемлемой форме. Вот, и монстрация, это получилась такая штучка на грани. То есть здесь она очень провокационна, но тем не менее форма социально приемлема. Именно поэтому она так привлекательна, что вот этим она очень похожа на карнавал, на любой карнавал. Вот. Но такой карнавал, как монстрация, он гораздо более актуален для современного времени, чем, ну, какие-то вот туристические карнавалы, которые уже привычными стали, да. Вот. И что-то еще я хотела сказать. Ушла вот с этой вот мысли. Да, отцовское начало. Во-во-во, отцовское начало, да. Это мы про него. И про язык. Я говорила про язык и про отцовское начало. Посмотрите, тут еще идет борьба с, ну, как скажем, откуда закон появляется, откуда запреты появляются. Они появляются от отца. В каждой культуре есть ритуалы. Почитайте преды, тотем и табу. Культура возникает после того, как братья убивают отца, потому что он не давал им возможности пользоваться женщиной, сам всеми пользовался. Вот они его убивают, и потом у них возникает чувство вины, они там формируют определенные ритуалы, приношения жертвы. Ну, и так вот возникают культурные ритуалы. Ну, это миф, конечно же, но как теоретическую модель можно это использовать. Вот. И в основе нашей культуры лежит ритуал, значит, вот это раскаяние, у нас жертвенная фигура – это Христос. Вот. И если посмотреть, что делают констранты, они всячески глумятся над языком, они делают какие-то речевые произведения, которые непонятны никому. Или же они, ну, например, там вот критерий какой? Если тебе непонятно, но ты принимаешь это, там критерий принятие, у прикольно, или вот ржачно, или вот вставляет. А почему, а не знаю, вот просто вот смотрю, мне просто вот смешно. И у меня есть тоже личный такой вот опыт. Например, я в свое время впервые открыли книжку Харпса, и через какое-то время обнаружила себя в совершенно невероятном каком-то состоянии эмоционального подъема. Я читала, ну, я сразу говорю, абсурдно, и я просто непонятно, почему приходила вот в такое вот состояние неимоверной неимоверной какой-то легкости и вистине, вот, объяснить, почему я не могла. Ну, вот точно так же, как писал Артега и Гассет, да, масса, которая, значит, накидывается на новое искусство, это вот одни люди, это идентификационная такая функция, да, а те, которые идентифицируют себя с монстрацией, это вот, понимаешь, что тут написано, а зачем, нет, не понимаю, ну, мне как-то вот просто вот весело, вот, как-то вот прикольно. Вот. И прикольно, что прикольные игры с элементами языка. Я, кстати, ну, так вот поверхностно проанализировала, сколько там слоганов социальной направленности. Есть, есть там, конечно, ну, такие, ну, я не увидела политическую вообще составляющую во всем вот в этом вот деле, что меня, кстати, порадовало. Это отличие монстрации от демонстрации, на смену которой она пришла. И вот здесь больше элементов, наверное, такой вот карнавальность какой-то заметен. Что я хочу сказать? Вот эти вот эксперименты с языком, они как раз и отличают монстрацию, вот этот вот хэппенинг, от того, что было до. И вот это как раз роль создателя, роль художника. Что такое хэппенинг? Это идея одного человека, который, ну, суть создания хэппенинга – это порождение идеи. Идея, которая, ну, как бы, подчеркнута из бессознательного. И которая таким образом зацепит бессознательное большое количество других людей, современников. То есть это будет аппликация на бессознательные потребности этих людей. И вот, придумав слово монстрация, вот это означающее, Глоскутов он уже вот только одним этим словом показал, что это все такое. Вот это и есть, ну, то есть ядро хэппенинга. Достаточно знать, что ты принимаешь участие в монстрации, и хэппенинг будет происходить по задумке автора. Потому что глубинные смыслы, они вложены вот в это вот означающее. Как я его воспринимаю и вижу вот с психоаналитической точки зрения. Здесь удовлетворяется нарциссическая потребность показать себя. Если помните, вот дети маленькие, с каким удовольствием они демонстрируют себя, ну, и, например, очень недоволевают, когда сталкиваются с запретом на то, чтобы, ну, расходить по квартире в полном виде. Например. То есть это тоже культурный запрет. А ребенок с удовольствием демонстрирует себя. С большим удовольствием это делает. Нарциссический субъект, каковых немало сейчас вокруг, для него это, ну, собственно, есть смысл существования. Насладиться собой. Как-то вот сделать себя, показать себя. Вот эта потребность откликается глубинным. Потом то, что мы говорили про этого монстра, что вот монстр, выразить ту, ну, вот именно современного типа агрессивную составляющую. Мы несколько по-другому агрессивны, нежели наше, так скажем, вот, предшествующее поколение. Вот именно характерную для нас агрессию вовне спроецировать в социально приемлемой форме. Вот такую возможность дает тоже монстрация. Но и для меня самое ценное, вот что лично меня зацепило с первого же слова, когда я его слышала, будет монстрация. Для меня это был сигнал об лингвистическом эксперименте. О лингвистическом эксперименте и экспериментирование с последним, так сказать, оплотом отцовской функции в культуре. Вот тут прям интересно, что будет дальше? Как это будет вообще? Ну, я вот замечаю вот эти вот две контртенденции. Люди тянутся одновременно и они ищут вот это вот начало структурирующее, нормирующее, они пишут тотальный диктант. И одновременно они его деконструируют, разбирают. Для меня это признак того, что отношение с языком для современного человека, это может быть еще не осознается, но это становится чем-то очень важным и значимым. Я также вот это проанализировала на примере политкорректности. Вот у меня есть такая интересная, несколько сумасшедшая мысль о том, что в этом поле происходит эксперимент в плане выстраивания отношений человека с новым субъектом в пространстве культурного взаимодействия, которому получается, достается сейчас как раз вот эта вот отцовская функция. Не отцовская, а структурирующая, законодательная функция. Я не знаю, появилась ли у кого-нибудь уже эта мысль, но я говорю о роботах. Сейчас я говорю о роботах. У нас сейчас в коммуникативном поле появляются системы искусственного интеллекта, появляются системы автоматические, которые с нами поступают в взаимодействие. Я, например, пользуюсь такси, и я уже поняла, что бесполезно разговаривать с человеком, который сидит там за рулем. он ничего не может, потому что он может только делать то, что позволяет системам. То есть кто нам теперь позволяет или не позволяет. Мы сейчас еще живем в эпоху, так скажем, дикости в сфере автоматизации. Ну, это первобытное время автоматизации, да. Но для меня вот эта вот фигура нового структурирующего начала как-то она начала постепенно проявляться. В том числе и после того, как я на монстрацию посмотрела внимательно и пристально. Вот. Человек начинает, он этого не понимает еще, но он начинает думать. А как же с этими, с этими роботами-то общаться? Как же с ними вообще, ну, вот понятно, если отцовское начало, оно как-то антропомолфное, да? Вот оно антропомолфное. Как протестовать против, ну, человека отца мы знаем. А как протестовать, ну, то есть, как, в общем, бунтовать во взаимодействии с искусственным интеллектом? Вот как бунтовать? И, естественно, бунтовать можно именно вот в этом поле. Кто не поймет абсурдистский слоган? Робот. Он вообще нифига не поймет. И вот люди, мне кажется, что это такая лаборатория, люди как будто тестируют вот это вот. Смотрите, мы-то друг друга понимаем. Нам-то вот это вот как-то вот фиолетово, да? То, что вот это ничего не значит. Но у нас идет эмоциональное взаимодействие. Мы друг друга понимаем. И мы как-то какие-то строим отношения на этой основе. А вот вся эта автоматика ни черта вот здесь там не поймут. И, ну вот, возможно, вот этот вот абсурдистский крем в языковых практиках, он как раз отражает поиски человека во взаимодействии с новым, ну вот этим законодательным началом в нашей культуре, который вызывает страх. Ведь Бог не вызывает страха, да, у человека больше. А на следу ему приходит страх перед искусственным интеллектом, перед киборгами и так далее. Вот как с ними можно вообще взаимодействовать, разговаривать, что и как. Ну, я вот взглядом психоаналитика увидела вот такие вот возможные интерпретации. Ведь что еще происходит? Тенденция, слышали же о политкорректности, да? Политкорректность — это нормирование языка, нормирование употребления, ну, языка в обыденных ситуациях. И, в общем, многое сейчас обозначается как неполиткорректное. Вот эта тенденция политкорректности, она как раз идет в том русле, чтобы сделать общение с автоматизированными системами более, ну, таким вот, удобным. Ведь если все будет сведено к нейтральному стилю, без всяких там шуточек сексистских, ну, или там, эйджистских, то есть никаких шуточек, это все неполиткорректно, никаких там метафор, они тоже, знаете, какие-то двойные, но... Вот если все будет сведено к нейтральному регистру, и это будет такой, как бы, социально приемлемой нормой, то тогда как раз вот это вот общение с искусственным интеллектом, оно, вот, как по маслу, как по маслу. А вот эта вот контртенденция, что, ну, окей, это все... Трудно сказать, что это неполиткорректно, правда ли? Там полный абсурд. Это вообще полный бред. Вот, то есть это политкорректно, социально приемлемо, и в то же время позволяет какие-то вольности, вот, в сфере взаимодействия с языками. Так, это вот сейчас начинается часть, как название, перформанс. Инсталляция, вот. А перформанс я проверю, сколько времени у нас еще есть. Угу. У нас есть еще минут пять. Минут пять, по-анту, чтобы можно было задать вопросы. А цензура все-таки, она не имеет, или вопросы еще? Цензура... Да, имеет такого старого режима, вот, но про цензуру... Это уже сфера, так скажем, в сфере искусства цензуры, как таковой, нет. Цензура, она возникает извне, из социума, привносится, вот, в сферу искусства. И здесь какие-то в большей степени такие, ну, как политические споры возникают вокруг этого. Это как раз, это образ врага современного искусства. Вот. Тут у меня тоже вот статья есть про телеменю. И там я проанализировала то, что происходит в взаимодействии создателей телепередач и потребителей телепередач. И, ну, тоже там отсутствие отцовского начала, наслаждение. Ну, то есть зрители делают, как бы, картинку рейтинга. И телевизионщики ведутся на это, на все, да. Структурирующего начала, ну, как-то незаметно. И тоже возникала идея о том, что вот цензуру вести, вот тебе будет отцовское начало. Вот. Ну, у меня, скорее, мне близка идея, если говорить про телевидение, да. Ну, вот как это сделать более, так скажем, здоровым вот это пространство? Убрать оттуда вот эту энергию, разрушающую энергию, скажем, наслаждение, да. Я думаю через элемент осознанности корпоративной этики. Ну, например, вот корпоративная этика телевизионщиков. Ну, это же, так, мечты, фантазии. Что с подвидением человека формировать, ну, какие-то этические основы и этические принципы, вспоминать о них постоянно, в такой сфере, как, например, пресса, средства массовой информации и так далее. Ну, это, так скажем, попытка культурного сознания, вот той части культурного сознания, которая, ну, по-другому, из тех оснований, с которых я сейчас, да, например, анализирует происходящее, безусловно, психоаналитик смотрит безоценочно. Мне вот, мне просто интересно, вот манифестное содержание, а там есть глубинные психические процессы. Мне вот прям просто интересно, какое там эффективное содержание. Я вот вижу, например, под вот эту вот начинку, под современным всем искусством, это свободно плавающая тревога. Ну, то есть, это как свободно плавающая тревога, та же самая, которая вот в пространстве культуры, она развита. Если раньше более характерны были такие начинки, как вина, страх, то сейчас это в большей степени вот эта вот хаотичная, свободно плавающая тревога. Вот. Ну, вот я вот обнаружу, мне хорошо. А с точки зрения там социальной пользы и беда, люди анализируют это по-другому, там другой аппарат теоретически. Ну, и, соответственно, целью является принятие решений каких-то. Если вот там, ну, я не знаю, современный интернет приносит там вред, надо там вводить какие-то... Я, честно говоря, я в этом не эксперт. Просто. Я могу как аналитик интерпретировать вот это как, ну, что ли, попытки жесткой части суберега культурной вот инстанции запрещать нечто, удовлетворение определенной части печенья. Вот. Может, колонна вот не опасных принципиологически задиристых вот этих монстригов? Это поиск ментального отца? Вот я и говорю, что поиск и попытки... Ну, ты ищешь, да. Ну, может быть, может быть. Они с ним разговаривают. Ну, в смысле, вот они с языком играют и как-то, да, разговаривают. Вот. То есть я не предпел сейчас, что про монстров немного был вопрос, что мы здесь просто убрали приставку «Д» от тревансрации, то есть чтобы... Это понятно. Дело в том, что ассоциации возникают независимо от этого. И про монстров очень многие пишут и говорят. Это, ну, как сказать, что называется, слона-то я не приметил. То есть вот так работает бессознательное. Мы просто убрали приставку «Д». Все, больше ничего мы не делали. И появилось чудовище просто. Но мы не хотели. Мы как-то так вообще не имели этого в виду. Так всегда получается. То, что человек осознает и делает теленаправленно, совершенно не связано с тем, что происходит в глубинах бессознательных. Ну, я красива. А мне все-таки для чего нужна аминстрация? Каждому для своего. Мне нравится этот вопрос. Ну, вот, я думаю, на этом мы с вами все кончим. Напоминаю, что вот книжечки здесь имеются. Они стоят 300 рублей. Посмотрите, про конца. Ихалили, что же записано, фиссидировано. Ихалили. Ихалили.